Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы обсудим статью «Закат концепции любви». Здесь приведено несколько аргументов против этой концепции. Ну и, собственно, показано, почему ей уже давно пора на покой. Западная культура, как и входящая в неё российская, это культура любви. Любви к Богу, любви к ближнему, любви к науке, любви к мудрости. А любовь, занимая изначально религиозную сферу, постепенно перекочевала в искусство, философию, политику, науку. Но я считаю, что это абсолютно провальный проект. Почему? Ну, здесь есть несколько причин, да. Во-первых, любовь не только не противостоит страданиям, но и с огромной необходимостью ведёт к ним. Ну, очевидно, что в христианской культуре любовь ведёт к страданию. Но и без каких-либо компенсаторов религиозных эта концепция абсолютно упадочна. Бессмысленно. Дальше. Во-вторых, концепция любви никогда не противоречила жестокости и даже убийству. Особенно тех, кого ты не любишь. Ради тех, кого ты любишь. В качестве примера можно привести христианство, которое сжигало ведьмы из любви и сострадания. И так далее. Да, и в литературе мы встречаемся. Это дуэли, сражения, массовые убийства, которые оправдываются любовью. Всё это рыцарство бесполезное, которое переполнено жестокостью. Вот вам, вот вам любовь. Любовь определённая любовь. Даже спорить глупо с ним, что это любовь. И глупо спорить с тем, что это её проявление, жестокость и убийство в том числе. В-третьих, любовь при её простом восприятии ведёт к шести смертным грехам. Как бы это странно ни звучало. Ну вот и получается, что любовь, она приводит к чревоугодию. Люди заедают своё горе. К блуду, к зависти, к скорби, к гневу и к унынию. К ревности в том числе тоже приводит. Ну вот и получается у нас, что любовь ведёт к грехам. И да, если у нас с любовью ничего не получилось, то есть это большая страдательная такая любовь, если мы страдаем во время любви или из-за её недостатка, то всё, следующий шаг – это грехи. Здравствуйте. А в-четвёртых, нет точного понятия любви. Когда учёные говорят о любви, то подразумевают страсть. Когда о любви говорят романтики, то подразумевают идеализированные влечения, которые, по их мнению, должны продлиться вечно. Когда о любви говорят христиане, то подразумевают любовь к Богу. Всё это предельно разные явления. И они очень мало друг с другом связаны. А все попытки совместить их приводят к парадоксам и к ошибкам, конечно же. В-пятых, современная культура любви основывается на популярной культуре, которая только умножает все вышеперечисленные и нижеизложенные недостатки. Популярная культура – это гиперупрощение. Она даёт полное разрешение всем людям игнорировать многочисленные парадоксы, в зашедшей в тупик концепции. Теперь люди не рассуждают о любви, не думают, а просто чувствуют её. Чувствуют очень, да, очень полезно и очень умно. Просто чувствовать и отметать все вопросы. Жениться в 20 лет, в 18 даже. А потом разводиться по 10-20 раз за жизнь – это лоу. Это прекрасно. Как загубить свою жизнь, жизнь своих детей, жизнь своих жён и мужей. Прекрасная концепция. Обожаю. Продолжаем. В-шестых, любовь стала предметом спекуляции политиков. Любовь к родине, любовь к народу. Разве они не залиты кровью? Разве они не переполнены жестокостью? Для большинства любить свой народ означает ненавидеть другие. И это естественная установка для концепции любви. Ну, тоже и с родиной получается. И все националисты, русские, нерусские, не знаю, немцы, нацисты. Вот, они спекулировали понятием любви. Вторая мировая война в некотором роде в том числе произошла по вине любви. Любви людей к своей родине, к своему народу. Вот так вот это и происходит. Прекрасно. В-седьмых, любовь – это высшая добродетель буквально одной религии. Одной, одной. Больше не одной религии высшей добродетелью любовь не является. В мире существует около пяти тысяч религий. К ним следует добавить науку и всевозможные философские учения. Лишь некоторые опираются только на любовь. Ну, в основном зависимые от христианства. Это в основном философские направления, которые напрямую зависят от христианства. Образовались в нем. Ну, всякие ереси околокристианские, получается. Большинство учений, особенно те, которые не связаны с христианством, любовь практически не учитывают. Ориентироваться на культуру одной религии – это довольно странно. Из этого я заключаю, что близок к закату концепции любви, массовая мода на любовь вскоре пройдет. Это случится через несколько десятков лет или через несколько веков. Вечное существование концепции любви кажется мне крайне невероятным, а вот ее исчезновение более чем. Вместо этой разрушительной, жестокой и болезненной концепции, я предлагаю другую, основанную на понимании. Понимание, в отличие от любви, лишено всех вышеперечисленных недостатков. Именно оно может сблизить людей, учения, религии, народы и не отдалить их друг от друга. Как стремиться к пониманию, что с этим вообще делать, расписано в других моих статьях, в других моих текстах. Я занимаюсь в том числе герменевтикой, но с этим можно иметь дело. Разрабатывается настоящая большая концепция. Более-менее большая и лишенная всего. Вот сюда, что перечислено. Никакой жестокости, никаких грехов, никаких страданий. Прекрасная концепция. Вот к какой концепции и стоило бы, наверное, стремиться, а не вот к этому вот всему бреду. Вот это вот к этому, вот к этому, вот к этому, да, к политике, политике, к любви к родине, к убийствам массовым, ко всему этому стремиться, по-моему, и стоит. А восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok